Россия, в стране дефицит внуков и детей, эуросионит, США. Александр Аликин, эуросионит, США. 10 октября 2019 года. За почти 100 лет в России среднее количество внуков, которые приходятся на бабушек и дедушек, сократилось в 6,7 раза, сообщила РИИ Новости в середине сентября заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета Елены Егорова. По ее словам, в 1926 году на 100 бабушек и дедушек приходилось 542 внука, в 2002 году – 87, в 2019 – 81. Таким образом, если опереться на приведенные ее цифры, на одну условную семью, где одна бабушка и один дедушка, раньше приходилось в среднем около 11 внуков, в 2002 – 1,7, в 2019 году – 1,6. Согласно наблюдениям Егоровой, демографическая нагрузка отношения детей и пожилых людей к трудоспособному населению, в среднем представляет собой двух детей, или стариков, на трех взрослых. Однако большая часть этой нагрузки в последнее время сместилась на людей старшего поколения, поэтому правительство должно переориентироваться на них, убеждена она. В конце сентября Елена Егорова, изучив данные Росстата, сообщила агентству о снижении рождаемости в России и других странах. В частности, в 1960 году в РФ на одну среднестатистическую женщину приходилось 2,5 ребенка, в то время как сейчас – 1,6. При такой динамике население страны стареет, а его численность сокращается. Говорить о том, что население, например, России исчезнет через 200 лет, конечно, нельзя. Может повыситься средняя продолжительность жизни, измениться возрастной состав. Но прежде всего необходимо задумываться о мерах по повышению рождаемости, сказала она агентству. Сокращение рождаемости характерно для всего мира. Суммарный коэффициент рождаемости во всем мире сократился с 4,95 в начале 1960-го годов до 2,56 в 2005-2010 годах. Выше, чем в России – 1,78. Два – этот показатель среди таких европейских стран как Франция, Исландия, Ирландия, Швеция, Великобритания, Норвегия и Нидерланды. Ниже – 1,36 – 1,45. Он в Польше, на Украине, в Греции, Италии и Германии. Самый высокий коэффициент рождаемости в мире – в государстве Нигер – 7,03. Самый низкий – в Сингапуре – 0,81. Наконец, в последнее время изменился возраст, в котором российские женщины выходят замуж. 8 лет назад среднестатистическая невеста находилась в возрасте 18-24 лет, а сейчас – 25-34 лет, сказала она Ре новости. Возраст у мужчин, в котором они предпочитают жениться, не изменился – 25-34 лет. По оценкам Шве, предстоящее в будущем дальнейшее старение населения страны не является критичным или аномальным в сравнении с ситуацией в других государствах. Сегодня доля пожилых людей – 65+, в России в полтора раза выше, чем в большинстве стран БРИКС, в Бразилии, Индии и Китае. Однако через полтора-два десятилетия Бразилия и Китая должны будут догнать Россию по этому показателю, а к концу века доля пожилых людей должна быть выше уже у них, считают в Шве. По итогам 2019 года население страны сократится на 284,8 тысячи человек, согласно прогнозам и на эконом развитие. Как пишут известия, это почти на треть больше, чем предполагалось Кремлем. Эксперты сообщили изданию, что изменения прогноза связаны с падением рождаемости и недостаточным снижением смертности. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.